Впервые на юге Украины онлайн реалити-шоу Model Camp от модельного агентства «Глянец». 20 девушек пройдут экспресс-подготовку к работе в фэшн-индустрии, получат профессиональное портфолио и сами выберут победительницу шоу. Генеральный спонсор онлайн-бутик бижутерии «Просто блеск». Спонсор – сеть магазинов белья «Аннабель». Мода – это страсть, всплески эмоций, адреналин, умение выделяться из толпы. Многие маленькие девочки, глядя на голубой экран или обложки глянцевых журналов, видят модную сказку, в которой они могут примерить на себя разные образы и роли. Но сделать первый шаг на долгом и тернистом пути к своей мечте решаются только единицы. Музыка Музыка Работа моделью – это не только красивые наряды, замысловатые прически, путешествия по миру, а и мучительные ожидания, волнительные отказы, постоянная работа над своим телом и своими навыками. Музыка На прошлой неделе участницы реалити-шоу «Модель Кэм» учились общаться с прессой, а также приняли участие в фэшн-съемке от украинского дизайнера Владислава Осипова. Не все участницы смогли найти достойные ответы на каверзные вопросы журналистам, но все достойно показали яркие летние фэшн-образы. Музыка А также окажутся на мастер-классе по парикмахерскому искусству. Музыка Онлайн реалити-шоу «Модель Кэмп» от модельного агентства «Глянец». Музыка Кто со мной еще не знаком, я стилист. Меня зовут Анна Хохлова. Анна Хохлова, директор имидж агентства «Мервейс», имидж-стилист, майкап-артист, стилист по прическам, шоппер. Сегодня я буду вам давать мастер-класс по парикмахерскому искусству. Но хочу сначала какое-то лирическое отступление. Потому что вчера была на съемке и пришла домой, так вот немножко мне что-то резануло и ухо, и глаз. Поэтому хотела бы вот с вами на эту тему поговорить. Скажите, пожалуйста, кто на съемочной площадке главный? Режиссер, фотограф, волкова, волкова, еще. У меня тут все кроме под влиянием. Режиссер, фотограф, волкова, 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 волкова. То есть абсолютно правильно. На съемочной площадке главное – это команда. Но что я заметила? Некоторые модели вчера решили, что они главные. То есть модель подходит к визажисту, либо к стилисту и говорит, «Мне, пожалуйста, накрасите по-другому стрелку». Либо мне, пожалуйста, сделайте другую прическу. Либо мне не нравится этот купальник. Было такое? Не было? У меня вчера не было. Я говорю не за всех, естественно. И это рассказывают для тех, кто хочет действительно построить модельную карьеру. То есть не для тех, кто пришли сюда просто поменять фотку на аватарке. А кто хочет действительно быть моделью. Работает команда. То есть существует концепция съемки. То есть существует сценарий. И эта вся команда, она действует согласно этого сценария. То есть поставленная задача. Какая задача у модели? Модель должна что сделать? Скажи, перескать товар. Товар не слушать, должна не поминоваться. Ну, не то, чтобы слушать и поминоваться. Она должна красиво, правильно подать. Да, действительно, продукцию, товар, что угодно. Чтобы захотелось купить. То, что касается сегодняшнего мастер-класса. Вы, наверное, тоже, да, ощутили уже на себе те, кто долго работает. Те, кто уже, у кого были съемки. То есть что происходит с волосами после съемок. Да, происходит какие-то... Да, да, да. Поэтому эта тема для вас актуальна. Значит, я хочу рассказать прежде всего об уходе. Для того, чтобы правильно подобрать уход, нужно знать, какой тип у вас волос. То есть какие типы бывают. Есть нормальные волосы. То есть те, которые блестят, хорошо укладываются, практически не секутся. Ну, это, к сожалению, сейчас редкость. Есть жирные волосы. Почему волосы жирные? Большая часть – это генетика. То есть генетически нам достались такие волосы. Это первая причина. И вторая – это питание. То есть употребление большого количества углеводов, либо жиров. Все отражается на наших волосах. Дальше. Следующий тип – это сухие волосы. Эти волосы магнитятся. Они ломаются. Ну, и не имеют такой блеск живой. Сухие волосы в основном вследствие неправильного ухода. Ну, еще есть смешанные типы. Это когда корни волосы жирные, а кончики сухие. Здесь тоже нужен особый уход. Что касается проблем с волосами. То есть какие у нас могут быть проблемы. Первое – это намагничивание. Да, вот бывает такое, когда ко всему принципу. В основном это сухие волосы. То есть волосы, которым не хватает питания. Либо постоянное ношение кепок, ободков, пластмассовых, заколок. То есть все, что вызывает электрическая статика. Ну, статика. Что нужно таким волосам? Каким волосам нужно питание. Прежде всего. Ну, и по возможности спирт чистить. Любая термообработка волос должна начинаться с термозащиты. То есть, вот у меня есть термозащита, вот последнюю я себе купила. 48 греев. То есть, это даже, ну, ее надолго распадает. То есть, пожалуйста, даже когда вы идете на съемку, вы знаете, что никто не будет вам наносить термозащиту. Постарайтесь позаботиться о себе сами. То есть, перед съемкой нанесли термозащиту и пошли. То есть, перед феном, перед плойками мы всегда наносим термозащиту. Следующая проблема – это ломкость волос. Ломкость, секущие кончики. Значит, из-за чего происходит? Из-за того, что не хватает волосу витамин, не хватает волосу питания. Сейчас я вам покажу, как правильно расчесывать лечо. Значит, я вам рассказываю, как делается начес. То есть, показываю. Для того, чтобы понимать, как его правильно расчесывать. Вот, смотрите, вот так вот раз, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и я беру как бы по чуть-чуть волос и слежу. И у нас получается, как такая паутинка. То есть, ее на просвет даже видно. Да, вот, паутинка вот такая. Так, давайте еще лаком на брызу. Давай, давай, давай. Хорошо. Давай, давай. Со всех сторон. Ну, она же реально пошел, правильно? Чтобы стояла, прям не падала. Давайте, да, со всех сторон. Так шутка как нам. Нет, это не падала. Да. И каждый еще раз. Мы каждый попробуем ее расчесать. Что она вот плохое сделала? О, да. Значит, что мы делаем? Да, берем проческу не очень, то есть, не вот с такими зубьями, да, вот. Берем лучше покрупнее, что-то. И, начиная снизу, потихоньку прочесываем. То есть, взяли по основанию, чтоб не больно было. По чуть-чуть прочесываем. Мы не берем вот отсюда, не тянем ночевок. Ну, вот вверх удобно снизу до коня идти. Вот то, что, например, с затылок вот сзади, вот, не очень удобно. Блин, красиво. Нет. Просто мы чуть-чуть, с затылка тоже по чуть-чуть. Главное, берем сконченное. У меня на парад небес мне шляпку делали, вместе со всей длины волос, так и начесали на шляпку. Я две недели ходила, плакала, потому что по волосинщим деньги. У меня вообще начало стояло, после того, как по мне. Помогло, но выше стояло. Даша, ты не поступила? Нет. Нет. Да, 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 да. А я даже так не делаю. Всем спасибо за внимание. И вам спасибо. Удачи вам в нашем непростом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Неважно, в какой части мира ты живешь. Неважно, парень ты или девушка. Неважно, сколько тебе лет. Важно только одно. Твое желание работать в модельной индустрии. Если ты чувствуешь в себе силы бороться за свое место в мире фэшн, обязательно свяжись с нами. Наш телефон 093 15 43 444. А все подробности можешь узнать на нашем сайте. глянецmodel.com Модельное агентство «Глянец». Твой путь к успеху. Девчонки, добрый день. Здравствуйте. Вас сегодня ожидает волнительная, чарующая съемка. Ведь вам сегодня необходимо вспомнить самые романтические моменты в вашей жизни и показать всю свою нежность. Ведь вы сегодня снимаетесь для футбука в студии одежды моды Revers. И вашими напарниками сегодня будут замечательные юноши с модельного агентства «Глянец». А фотографировать эту красоту будет замечательный фотограф Саша Паркс. Фотограф Саша Паркс подходит к процессу съемки вдумчиво и творчески. Александра постоянно работает над своим чувством стиля, поэтому модные съемки под ее патронажем всегда проходят отлично. Здравствуйте. Меня зовут Саша Паркс. Фотографией занимаюсь 2008 года. Люблю портретную съемку. Люблю... Вообще, в принципе, люблю снимать все подряд. Сегодня мы будем снимать вечерние наряды. И девочки будут работать в паре с мальчиками. Я думаю, пройдет все хорошо. Я думаю, что результаты не можем. В сегодняшний день выдался замечательно. У нас были шикарные платья. Вот. И вечерние съемки были с мальчиками. Очень непривычно было работать с партнером. Когда на съемочной площадке все не только от тебя зависит, но еще и от твоего партнера. Вот. Я с температурой. Но фотографии получились, думаю, замечательными. Спасибо большое фотографу, которая быстро все отсняла. И при этом шикарно. Мужчина моей мечты — это мой парень. Ну, нежность такая... ***, я люблю. Ну вот, нежность такая, как сказать, кукольная, младенческая. И черты характера. Но, если честно, все равно главное, чтобы меня выдержал. Потому что ужасный характер очень трудно выдержать. Ну вот, пока моему парню это удается. Мне сегодняшний день очень понравился. Замечательный фотограф, замечательная фотосессия. Парни горячие. Мы очень вспотели. Было очень горячо на съемочных ночах. Фотограф замечательный. Крутые снимки получились, я так думаю. Потому что она говорила иногда, как на своем сайте. Иногда не говорила. Но припятилась делать почти все самой. Мужчина моей мечты должен быть харизматичен. Красив. И никогда мне не должен изменять. Идиота, говорю, извините, конечно. Просто я реально вчера зла. Да, реально. Вчера это вообще было. Да, да, да. Я Осипову потом сказала. Я говорю, вы, конечно, классный дизайнер. Оригинальный там, все дела. Но вот эти вот прически, я там говорю. Просто в день вашего качества. Сегодня у меня был достаточно сложный день. Наверное, один из самых лучших моих дней на проекте. В общем, у меня очень много зрителей. Мне работать с фотографом не понравилось. Мне показалось, что фотограф до сих пор живет в каких-то старомодных пакетах. Я не задумывалась над этим вопросом. У меня нет конкретного идеала. Наверное, что для меня главное именно на данный момент, это чтобы мой молодой человек считался со всеми моими, скажем так, со всем моим характером. Потому что это достаточно сложно. Для меня это главное. Мне сегодня испортили макияж. У меня очень плохое настроение. Мне сегодня испортили макияж. У меня очень плохое настроение. Сегодня очень хороший день. Мне все понравилось. Хорошее было настроение. Фотосъемка мне тоже понравилась. Я считаю, что главное в мужчине и то, что меня привлекает, это умение и желание сделать свою девушку счастливой. Я думаю, что если парень, даже, может, не сильно я к нему буду что-то чувствовать, но если я увижу искренность и желание делать меня счастливой, я думаю, что это будет на первом месте для меня. Мне очень понравился сегодняшний день. У всех девочек шикарное платье. Мне нравится мое платье. Оно гиппуровое. Я очень люблю гиппуровое платье. Белое – это просто сказка. Фотограф давала идеи. Так как я была с партнером, она помогала, давала идеи. Отлично. Все было очень круто. Я думаю, заботливый, милый, добрый и злой. По крайней мере. Я считаю, что работать здесь будет достаточно сложно, потому что было время я снимала метку. Это проще. С людьми нужно находить подход. Потому что каждый имеет свой характер. Но за несколько лет я, в принципе, нашла эту ниточку подхода. И я не вижу сейчас никаких сложностей работать. Ни с моделями профессиональными, ни с обычными людьми. Хороший день очень был. Только я заквалила, и это вообще плохо. А вообще классная эта съемка, классная была. Женщина, которая нас фоткала, помогала. И отличные платья. Мой мечты должен быть коллеглазый, сильный, добрый, милый и отважный. Смотри, нечего про меня хорошего сказать? Скажи, что я лапочка, я милая. Нет, не мальчик. Ее грудь красивая и все. На ней нет. А задница? Задница нормальная. Вот. Это мой лучший парень. Нет. Просто спали. Да. 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 Ты слышала о новом романе, Диан? Каком? Ой, да со всеми уже тут роман. И то. И то. Иди сюда. Скинь тебе роман. Это роман у нас. Да щас. А он стой там. Кто сказал роман у нас? Да. Видите эту сюжетную лилию? Вот это вы не туда смотрите. Да. Вы не туда смотрите, честно. Я осталась с вами. Все. Просто. Да. 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 Третья съемка мне не особо понравилась. Все так быстро пришло. Было сложили две позы. Было две портепиано. Я с мальчиком просто в одной позе замерла. Мне сказали не шевелиться. Попотографировали. Повернулась спиной там же там. То есть не раскрылось ничего. Было нудно, скучно, быстро. Вряд ли будет хорошие фотографии. Я как-то расстроена. И уже третья съемка. Я в родном сегодня в грех дорожном планирую. Не ненавижу его. Это вообще не то мое. Сезонов? Да. Сезонов. Мужчина моей мечты. Только в сборах людей. Сезонов. Мне понравилось. У меня отличное настроение. И прекрасные эмоции. Сегодня, наверное, была очень легкая съемка. Потому что у нас был очень хороший контакт с фотографом. Я поняла, что нужно делать. Какая передо мной поставлена задача. И что от меня требуется. Наверное, это должен быть человек, в котором есть все качества. То есть это и доброта, это и понимание. Чтобы этот человек был близок со мной. И мы понимали друг друга. Можете сказать с первого взгляда. Музыка Сегодняшний день было легче. Ну, по крайней мере, для меня и всех остальных. Сегодня быстрее обычно восправились. Мужчины моей мечты не существует такого идеала. Мужчины моей мечты должны быть верными. Для меня надо, чтобы девушка была как за каменной стеной. Чтобы можно было быть уверенной, что рядышком с ней будет безопасно. Музыка Сегодня съемка прошла отлично. Мне все понравилось. С мальчиком было работать очень хорошо, легко. Ну, в общем, нет никаких минусов, мне кажется. И с фотографом было отлично. Хвалили. Даже не говорили, как вставать. Сами работали и хвалили. Ну, мне нравится. Мужественным. Немножко застенчивым, но в меру. И добрым очень. И чтобы не прав. И не изменял. Музыка Сегодня у нас была фотосъемка в Модер Эверс. Вечерних платьев с парнями. Очень интересная съемка. Очень красивые платья. Макияжи нежные. Печески вечерние. Приятный очень фотограф. Ну, как всегда, все отлично. Очень приятная женщина. Помогала в съемочной площадке. Был контакт с мотографом. Была приятно с ней работать. Она показывает ошибки. Минусы. Что надо делать, чтобы получиться хорошо на фотографии. У меня нет такого четкого идеала. Мужчины мечты. Я думаю, что если вершись у своего человека. Мое сердце само мне скажет. Он это или нет. Поэтому у меня такого четкого апреса идеала. Идеального мужчины мечты. Сегодня был очень хороший день. Мне, по-моему, досталось самое эффектное платье. Мы с моим партнером сделали очень крутые кадры. В которых я довольна. И я довольна. И он все довольны. Против. Вот. Образ очень такой. Вообще, мне очень нравится мой образ. И все. Вот это работалось очень легко. Потому что мы с моим партнером сразу становились в хорошую позу. И ей все понравилось. Я считаю, что мы были одни из лучших на сегодняшнем пути. У меня нет определенных критериев в мужчине моего мечты. Моей мечты. Так вот. Но я знаю, что когда я по встрече, я это пойму. И все будет хорошо. И все. Я выбрала мальчика, который был Андрей. Мне вот почему-то только напоминают. Вот такой вот прям необычный. Ага. Понятно. Я думаю, что для фотосессии, чтобы хорошо получилось, надо как-то танцевать. Чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. Что-то покупать. Я хочу. Так вот. Танита! Сегодняшний день это просто такое насыщенное. Просто бомба. Таких тяжелых дней у меня на самом деле еще не было. Потому что сегодня такая фотосессия. Сегодня нам удалось представлять красивое вечернее платье. И я выбрала себе такого жбучего мужчину, так сказать. Он мне на самом деле турка напоминает почему-то. И мы с ним вышли на съемочную площадку. Мне кажется, все просто бомбы. Потому что мы показали там такой вот просто вот сессий жбучий, что там даже сама фотограф в шоке. И так. А потом мой турок прошел даже водичку пить. Поэтому я сегодня в восторге. Просто и от платья, и от индиажа, и от причесок. И вообще эту сессию. Фотографом работалось очень хорошо. Понравилось, потому что был с ней контакт. Это я считаю очень главное. И она подсказывала и как то, и сё. И мы такие как кармен с ним встали. Еще там где-то не хватало. Или посадобля. Поэтому очень отлично. Мужчины свои мечты я вижу в первую очередь, чтобы обо мне заботилась. Чтобы была взаимная любовь. И конечно же, наверное, мне кажется, что каждая девушка хочет, чтобы ее любили. Она чувствовала себя женственной. Хорошей, так сказать, востребованной девушкой, женщиной. Чтобы никогда не пропадала страсть. И конечно же, наверное, семьянина. Наверное, бывает, девушка хочет семьянина. Потому что это самое главное. Чтобы появилось желание для кого-то родить ребенка. Вот это, скорее всего, мотиваж. Тяжелый день для меня. Я себя с утра очень плохо чувствую. И мне немножко не понравилось, как мне изначально сделали макияж и причем. Я ужасно расстроилась. Но потом мне Марина, парикмахер, бизажист, она исправила. Немножко поднялась. Фотосессия смешная для меня была. Потому что у меня попался мальчик, у которого есть девушка. И когда мы с ним фотографировались, сзади я чувствовала, как она меня просто слетает своим взглядом. Это было что-то. Не знаю. Я об этом не задумывалась. У меня нет моего идеала. Вижу, полюблю еще. Ну, должен быть... Блин! А! Ну, я такие вопросы не знаю. Не должен быть. Ну, он должен... Мой парень должен быть умный. Он должен меня понимать. Уважать, чтобы у нас было взаимопонимание. Человек, который бы меня понимал и поддерживал во всем. А там сердцу не прикажешь. где saucens Kaaba Усалии? Переходила на юр� на меня. В推elve колен Aviv uk. Бл 디자 Торев, который не приходит при трупе. Ум некоторыеorrажные цифры. Их так денег загрузят на pic MIC. Зwords adsense who has been on their hand. Я думаю, что видلا. Сегодняшняя съемка мне очень понравилась. очень приятный фотограф помогала подсказывала очень комфортно комфортно себя чувствую сегодня не было на съемочной площадке все быстро ли сегодня сделали все очень быстро прошло и комфортно мужчину своей мечты я вижу высокий сильный спектакль таким внимательным добрым нежным и в меру строгим сегодня была замечательная съемка очень хороший фотограф он помогал мне понравился мальчик моделью которая со мной работал я сегодня все понравилось на самом деле внешность у мужчины не главное главное его качество это воспитанный заботливый добрый наверное именно это и есть идеал моего мужчины с парнями для меня это было очень сложная съемка потому что еще 16 не знаю как себя вести с парнями как с меня общаться но для меня это интересный опыт единственное что было очень жарко но так все было очень хорошо нас сегодня фотографировала замечательная девушка александра мне очень понравилось не работать легко с ней найти контакт она все время нам помогала с игорем моим партнером ну вроде хорошие фотки получились мужчина мои мечты должны быть надежным мужественным добрым и любящим чтобы очень хорошо ко мне относился мне сегодняшний день очень понравился очень понравился образ очень понравился работать с мальчиком с петоном раком очень понравилось очень понравилось мне с ним было хорошо работать легко она помогала мне пускай мне правильно становиться и все понравилось мужчина мои мечты должен быть умный красивый веселый чтобы я всегда смогла на него положиться мне понравился сегодняшний день мне понравилась сама фотосъемка мне понравилась женщина которая фотографирована всегда подсказывала как правильно сесть какую позу стать в целом все хорошо было мужчина моим мечты это мужчина с голубыми или карими глазами сильный мужественный честный наверное верный наверное верный а 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 онлайн реалити шоу модулка от модельного агентства глянец девчоночки вы сегодня подтвердились на славу саша я думаю что фотографии выйдут отлично это хорошо а кто стал лучше сегодня саша нам сейчас расскажет могу сказать что мне понравились все девочки из них очень сложно было выбрать одну но просто по образу нам не очень поэтому это ксюшка а а у нас осталось совсем немного времени которое мы проведем вместе ведь на следующей неделе вас ожидает тайное голосование на котором вы выберете самую лучшую модель по вашему мнению которая и станет победительницей первого сезона реалити шоу модулка подумайте над своим выбором подумайте над своим решением это главное решение всех вот этих вот дней которые мы провели с вами вместе и желаю вам удачи в будущем смущение может и украшать женщину но профессиональные модели заливаются румянцем крайне редко у наших участниц осталось последнее испытание на смену ведь у них будет дефиле в самой оживленной части города а также фотосет которые они смогут показать всю свою жестокость и 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 Продолжение следует...